Хорошо, друзья, все хотят жить правильно, только все по-разному понимают, что такое правильное. Вчера я брал интервью, было одно такое мероприятие одной общественной организации, и пригласили туда меня, чтобы я взял интервью у заложника, который просидел 280 дней в Хамасе. Он был в заложниках, значит, Андрей Козлов украл Хамас, и он там просидел. Вот я у него брал это интервью, и я от него слышал очень интересную фразу. Там, например, его спрашивали тоже, люди задавали вопросы, хотели ли вы убежать, там все. Он говорит, да, вначале мы хотели убежать, потом мы уже решили не бежать, и все. И он говорит, единственное, что я понимаю, что все мои решения, то, что я решал или не решал, в итоге привело к тому, что я вышел, я сейчас живой, на свободе, слава Богу, все. То есть, он говорит, я не знаю, что было правильное, что было неправильное. В итоге, говорит, мой вот этот вот набор решений, то, что я вначале, с самого начала, я побежал, прыгнул во враг, то есть, я не сидел, потом там то, потом это. То есть, он говорит, все вот эти вот набор решений в итоге привело к тому, что я вышел. Значит, по итогу можно сказать, что все решения были правильные. Теперь, вот этот вот правильный путь, все ищут правильный путь, да, все хотят действовать правильно. Но вот где это, это правильно? То есть, есть же краткосрочная перспектива, долгосрочная перспектива, еще более долгосрочная перспектива, вечная перспектива. То есть, какой меркой мерить, чем определить правильность или неправильность? Например, кто-то там начинает войну, да, он же думает, что он правильно поступает, Что он выиграет, а он потом проиграл Значит, он неправильно начинал войну Даже по своей мерке Он же начинал, чтобы выиграть, а он проиграл Значит, неправильно, что начал войну Другой, значит, отказался воевать Да, отказался воевать В итоге, там, все по итогу судится Понимаете? Нужно всегда смотреть по итогу Теперь я слышал как-то от одного человека Который решил принять иудаизм Очень умный человек И он говорит, знаешь, я почему решил принять иудаизм? Я искал себе правильное мировоззрение Я искал, вот, искал, исследовал Откуда взялось мусульманство Откуда взялось христианство Откуда взялось буддизм Как, что, а вот как живут буддисты А как живут мусульмане То есть, он такой был, знаете, продуманный человек А я спрашиваю, а зачем Что тебя побудило так продумывать? Он говорит, понимаешь Я из детдома, у меня История семьи, говорит, там лучше И не спрашивай То есть, я понимал, что семья мне передала Очень такие проблемные гены и корни Если взять вот то, как они жили там И чем они закончили Детдом, говорит, лучше даже не вспоминать То, что мне там передали Говорит, а я сейчас взрослый человек Женатый, семья Я хочу какую-то идеологию Которая надежная Которая прочная Которая проверенная И я, говорит, все посмотрел Иудаизм Иудаизм это самое проверенное Теперь вот Геннадий Котельников Он пишет в Ютубе, что Правильный путь указан в Библии Библия откуда взялась? Давайте посмотрим Библия состоит на четыре пятых Из то, что называют Христианство Ветхий Завет То есть, тот союз Завет это союз с Богом Который занимает четыре пятых Библии И который Который не оспаривается Не тем, что это союз с Богом Который Бог заключил на горе Синай С еврейским народом А до этого с Абрамом Ицкаком Яковом Значит, он заключил Это четыре пятых Библии Которые никто не оспаривает Что это истина Дальше в Библии есть то, что называется Новый Завет В котором Я не читал Новый Завет Не изучал Но в котором рассказывается История одного еврея Которого звали Иошуа Который Который сам книжек не писал Который Где-то он Что-то он проповедовал Рассказывал У него было 12 учеников Как я вижу эту историю Эти 12 учеников Они были Внутри еврейской религии Они все соблюдали Шаббат Обрезание Кашрут И так далее Но они Утверждали Что статус Иошуа Он выше Чем статус Других там Равинов Учителей Или пророков Или еще кого-то То есть они очень его Трепетно к нему Относились К своему учителю Которого Римляне казнили Но кто-то увидел Что он воскрес Кто-то не увидел Я не знаю подробно Эту историю Скажу вам честно Я не изучал Библию Новый Завет Не изучал Теперь дальше Дальше Что было дальше У нас здесь Чистая Тора Чистое знание Чистый божественный свет Мы интересуемся Только что Бог От нас хочет И как выполнить Волю Всевышнего Это Вайкра Это Организация Которая Которая Преподает Иудаизм Тора Это учение Которое получил Машарабейну И передал Еврейскому народу На горе Синай 3325 лет назад И по которому Еврейский народ Живет уже Все это время Потом еще раз Возникла секта Которая называлась Христианство Которые Обожествляли Своего создателя Такие секты Возникали в иудаизме На протяжении Этих 3300 лет Сотни раз Не десятки раз Сотни раз Даже на нашем поколении Есть одно направление Которое Часть из этого направления Своего великого учителя Который для меня тоже учитель Любая Честерепа Но они сказали Что он Машех Часть из них Сказала Что он Машех Другая часть Говорит Нет Он мог бы быть Машехом Но он не стал Машехом Часть говорит Из них Вообще Узкая часть Говорят Да он Бог Вот прям конкретно Если они называют Эллокисты То через него Бог Здесь в этом мире Проявился То есть мы видим Своими глазами Он ушел из этого мира В 1994 году И есть даже сейчас Люди Которые на могилу Его не ходят Говорят А он не умер Вы че вообще Как вы Зачем вы ходите на могилу Его там нет Понимаете То есть Весь мир там молится Ну не весь мир Большая часть Еврейского народа Там молится И говорит Пусть заслуги праведника Защищают Защищают нас И так далее А какая-то часть Говорит Нет он в машинах Его там нет Это нас проверяют Машех Приходит в Едипет И говорит фараону Отпусти Говорит Еврейский народ Служить Богу Фараон говорит Какой Кто такой Бог Вообще Творец Я здесь Бог Он говорит Я фараон Высший Там он был Как идол Такой Да в Едипте Он говорит Я здесь Бог Маше Рабейну Говорит Отпусти Он говорит Какой Бог Вообще Кто Маше Рабейну Говорит Знамение Там Бросил посок Посок превратился В змея Фараон говорит Вообще Говорит Начал смеяться Ты Говорит Куда пришел У нас дети в школах магии могут делать из палок змеев, позвал своих этих магов, они превратили тоже, прям в Торе написано, в Библии христиане там называют, в Библии вообще это Тора. Описывается эта история, значит, как его Хартумим, его эти маги бросили, посохи, они тоже превратили в змеев. Тогда, значит, Машера Бейну, он превратил воду в кровь. Потом еще, была третья казнь, это были вши, когда земля превратилась во вшей, тогда позвал фараон своих этих магов, говорит, а ну вы тоже то же самое сделаете. Они говорят, мы не можем, мы не можем, это Эцбалаким, это, говорит, рука Всесильного, то есть только Всесильный, который сотворил всю природу и так далее, может это сделать, мы уже не можем. И что фараон, он тоже не поверил. Так, когда вот эти вот апостолы, они начали проповедовать в Израиле, им все говорят, куда вы вообще влезете, ну это же все известно. В Торе, вот все, что вы рассказываете, есть в Торе. И не надо говорить, что это там вам Иошуа рассказал, это все из Торе. Ни одной мысли, которая есть в Новом Завете, нет такого, чтобы эта мысль не разбиралась подробно в Торе. Они тогда говорят, ладно, с вами разговаривать вот это с евреями, лучше мы пойдем в Рим. И они все ушли, разошли проповедовать по разным землям, где эту историю не слышали. Поэтому весь мир принял идею, потому что 4-5 христианства, это то, что называет христианство Ветхий Завет, это Тора, это истина, это то, что Бог передал через пророков. Одна пятая, это Евангелие, это рассказы его учеников, которые не были пророками, которые не доказано, что они Евангелие писали. Все это христианство современное сформировалось через 300 лет после того, как Иисус ушел и стало популярным, стало популярным. Только потому, что отменили все заповеди, которые сам Иисус и все его апостолы соблюдали. Вот проверьте мой рассказ, я вам вкратце рассказал то, что любая история древнего христианства вам расскажет подробно. Все, и мы поэтому не будем изучать ничего, кроме Торы. Мы изучаем Тору, и мы изучаем часть Торы, которая говорит, есть в Торе такое выражение, что Дерехеретс, путь земли, как бы житейская мудрость, как жить в этом мире, Кадмали Тора, то есть качество характера, насколько человек добрый, правильно действует и так далее. Это идет перед Торой. Потому что человек, который не добрый, он не может Бога понять. Он говорит, как Бог, он что хочет дать добро? Да нет, это нереально. То есть в Торе главное это качество характера. Вот Яна Иванова добрая, она может понять и Всевышнего, и Тору, потому что она думает, ну вроде все логично. Надо быть добрым, надо любить, надо быть хорошим, надо быть духовным. То есть ей это все понятно. А человеку обычному, у которого качеств нет хороших, он о чем будет думать? Он будет там ругаться на кого-то, злиться. И вот мы сейчас изучаем то, что называется врата злословия. То есть мы изучаем про каждое качество. И сейчас мы изучаем про то, что такое злословие и как не злословить. Потому что злословие это яд, это самый, можно сказать, такой коренной грех, который портит человеку все вообще в его жизни. И вот мы дошли до такого места здесь. Говорит автор этой книги. Весьма и весьма остерегайся злословия. Злословием ты позоришь себя, потому что сомнительно происхождение того, кто оговаривает ближнего. Он не хвалит других, но оговаривает, приписывая другим свое увечье. Что это значит? Здесь очень хорошая такая, как психологическая идея автория, что тот, кто другого посель, бэмммо посель. Значит, наяврить это звучит так. Тот, кто другому говорит, в тебе есть что-то плохое, негативное, это значит, что тот, кто это говорит, в нем это тоже есть. Откуда это, где здесь логика? Например, человек, он эгоист. Ну, к примеру, он думает только о себе. Он знает, что такое эгоизм. Он знает, что такое думает только о себе. И он в других, другим он говорит, ты эгоист. Ты эгоист, ты думаешь только о себе. То есть он очень хорошо в нем видит в чужом глазу соринку, а в своем бревно не замечает. То есть то, что человек видит в другом, есть в нем, другими словами. Дальше он пишет такую вещь, что то, что у человека на сердце, он об этом и говорит. Например, если человек говорит о женщинах, да, все время, то значит, что это для него важная тема, он об этом думает. Если он говорит о еде и о вине, то значит, он, скорее всего, у него есть склонность к обжорству и к алкоголизму. О чем говорил царь Давид? Царь Давид говорил в Псалме 119, он говорил так. Как люблю я Тору твою, он Богу говорил. Как люблю я Тору твою, весь день о ней говорю. Весь день о ней говорю. Значит, то, о чем человек думает, это как раз его сущность. Теперь царь Давид, он о чем Бога просил все время? Одну вещь просил его Бога в седней жизни своей. Сидеть в доме Бога, видеть приятность Бога, проведывать по его дворцам, то есть изучать, как оно все работает и все время находиться со Всевышним. И то есть он находился в другой реальности. Вот я сейчас был в Цвате два дня, такой есть город Цват. Цват там, где похоронен на Рабишимен-Бар-Юхай. И там сейчас нет туристов, из-за того, что на севере там периодически стреляют, туристы туда не ездят. И там город такой, он пустой вообще. Пустой город, и там живут только те люди, которые там живут именно под духовным. Вот в старом городе, эти все там старинные какие-то синагоги, старинные могилы. Он говорил все время о Торе. И в Цвате я увидел людей, которые вот они живут в другой реальности. Они просто не находятся в этом мире. Значит, эти люди, они находятся в духовности. В такой, в которую человек со стороны, он вообще не понимает, о чем речь идет. Это знаете, как зайдет, например, Анна Юрченко и там Евгений Кок, вот у нас смотрят в Телеграме, да? Зайдут они в какую-нибудь там, я не знаю, где в математике собираются. Есть какое-то место, где собираются математики. Вот этот Перельман там все. И сидят эти математики, у них доски такие. Они мелом рисуют на досках какие-то формулы, да? Вот я так себе представляю математиков. И вот они рисуют какие-то формулы, все доски у них формулы, все. И скажут, что они эти математики делают? Вообще они мелом, значит, и рисуют на доске, и сидят еще на этот мел, смотрят и там радуются. Вообще непонятно, в какой реальности живут математики. Вообще не математик эту реальность не поймет. То же самое не поймет духов человек, который живет в материальном мире, и у него вся голова напичкана на то, кого-то его волнует. Вопрос, значит, почему яйца подорожали? Вот прям он целый день этот вопрос волнует, или почему яйца подорожали, и все, значит. И как вот вообще мог, значит, там, я не знаю, кто-то так сказать? Знаете, и вот он целый день об этом говорит. Хорошо, значит, царь Давид, он говорил все время о Торе, злословящий, наоборот, он ищет человеческие недостатки и говорит о них. И кем он похож на мух, пишет автор этой книги, которые всегда садятся на грязное место. Если у человека чесотка, мухи оставляют чистую часть тела и норовят сесть именно на пораженное место. Также злоязычный не замечает хорошее в человеке и говорит о дурном. Вот яркий пример, у нас сейчас в Ютьюбе идет тут обсуждение бурное, что чем царь Давид занимался с женами. Царь Давид, он всю жизнь служил Всевышнему, а с женами он тоже занимался служением Всевышнему, потому что есть заповедь жениться, есть заповедь у мужчины родить детей, есть заповедь у мужчины свою жену там обеспечивать и так далее. И царь Давид, он это делал, вот если посмотреть с позитивной точки зрения, он был царь, у него были возможности, и он это 18 жен сделал счастливыми. 18 женщин, у него было жены, всех обеспечивал, всем родил детей принцем. И, не-не-не, а вот какой-то человек, который, даже не знаю, мужчина это или женщина, он как мухи, он выбирает на что смотреть, и свой подход к женщинам он проецирует на царя Давида. То есть тот человек, который женщин уважает и почитает женщин, он думает, как царь Давид, как он молодец, что он не одну женщину сделал счастливой, а 18. Человек, который женщин не уважает, относится к ним как к животным, и почему-то думает, что это норма. Он говорит, царь Давид, он плохо сделал. Почему? Потому что он сам проецирует свое отношение на женщин, на царя Давида. Здесь в этой книге приводится случай как раз. Кто-то шел с мудрецом по полю, и увидели они падаль, умершая лошадь. Мы живем в такое время, что это для нас как бы дикость. Слава Богу, спасибо Всевышнему, что мы живем сейчас в мире, в котором улицы убирают. Сложно встретить на улице там мертвые тела и так далее, хотя в некоторых местах мира такое тоже возможно. Но раньше это было абсолютно нормально. В Лондоне, в Париже улицы были завалены мусором, во всех городах было прям конкретно просто по улице не пройти. То есть это мы живем сейчас в очень счастливое время. Спасибо всем мэрам городов, даже если они плохо работают, не так, как было раньше. И вот мудрец идет с каким-то человеком, и увидели они падаль. Сказал тот человек, как эта падаль воняет. А мудрец сказал, какие у этого животного белые зубы. Мудрец сказал этому человеку, зачем ты говоришь о плохом? Говори о том, что достойно похвалы. Найди, то есть в любом случае уже есть эта падаль. Вот она лежит, там лошадь, например. Теперь ты можешь сфокусировать внимание на плохом запахе, на падаль, на плохом уборке, на всем. Или ты можешь выбрать из этого объекта, то есть ты все равно сейчас убирать ее не будешь. То есть ты все равно с этой лошадью вопрос, как ты своим мозгом с ней взаимодействуешь. Ты выбираешь из этой вот падали, этой мертвой лошади, ты выбираешь все самое плохое и впитываешь это в себя. И начинаешь, чтобы запомнить хорошо, этим делиться с другими, чтобы эту гадость передать кому-то. Или ты берешь и фокусируешь свое внимание на том, что тебе нравится в этой лошади. Например, все-таки как Всевышний красиво сделал стилет лошади. Вообще удивительно. Какие у лошади зубы красивые, да? То есть ты как бы из этого вот куска информации ты выбираешь только то, что ты хочешь пустить в себя. Что делает злоязычный? Он, наоборот, фокусируется на плохом. И, значит, это плохое он в себя впитывает и распространяет по миру, передает другим людям. Теперь дальше автор этой книги дает нам очень интересное такое деление. Он говорит, а действительно, что на всех надо только так смотреть позитивно? То есть действительно, что идти прям до крайности, ударили тебя по щеке, подставь левую, да? Я что-то не знаю, как этот принцип, крестоносцы использовали, например, да? Которые крестовые походы делали, вырезали. Не знаю, как эти все воины, которые они, значит, вели. Он задает вопрос автор книги. А как вообще, если человек делает что-то, что такое неоднозначно положительное, но и неоднозначно отрицательное? Что вот какой-то человек, можно его в словах и делах сказать как отрицательное, так и положительное. То как быть здесь? И он дает нам такое деление. Если он страшится Всевышнего, то есть он человек правды, и он старается, ты обязан судить его в сторону положительного, даже если это дело склоняется к отрицательному больше, чем положительному. То есть есть сомнения, да? Вот есть сомнения. Например, кто-то начал осуждать Вадим Зиновича Рабиновича за какие-то там его... Я не знаю его ситуацию. Но я знаю, что он искренне религиозный человек. Теперь, если есть сомнения, а никто из тех, кто его осуждает, рядом не стоял, свечку не держал, никак... То есть это все политические какие-то игры. То есть если есть однозначно плохое, мы не можем на плохое сказать хорошее, это искривить истину. Но если он пишет, есть сомнения, а человек сам, он параметр главный, он боится Бога и по правде хочет служить Всевышнему, то ты обязан судить его в сторону положительного, даже если это дело склоняется больше к отрицательному, чем к положительному. Но сомнение остается в случае сомнения. Если он средний человек, который остерегается преступления, но иногда спотыкается, ты должен разрешить сомнение и склониться в положительную сторону. То есть если есть сомнения, то все равно ты должен в случае сомнения судить положительную сторону. Почему? А вот теперь, слушайте, вообще, это я подчеркнул 10 восклицательных знаков. И я вам советую вот именно это запомнить и обратить на это внимание. Написано в Талмуде, в трактате Шаббат, 127 лист. Написано там так, в Талмуде, кто не осуждает других и судит в положительную сторону, того Всевышний будет судить в положительную сторону и не осудит. То есть не суди других в отрицательную сторону и не судим будешь в отрицательную сторону. Понятно, да? То есть когда вы оправдываете людей в случае сомнения, добавляю еще раз, что здесь речь идет о том, что неоднозначно 10 свидетелей видели, как кто-то кого-то убил, нельзя сказать, да ладно, это хороший, добрый человек, оставьте его. Он говорит, да не, не, я убил, я реально убил, я не хороший и не добрый, я убил. Вы говорите, да не, не, ну слушай, он исправится, ну чего вы вообще, давайте не обращать внимания на его слова, ну убил, ничего страшного, ударили по правой, подставим левую, давайте их прости. Не, 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 так не работает. То есть если вопрос сомнения, убил, не убил, этот человек говорит, я прямо для меня, ну то есть он тянется к хорошему, он реально может быть хороший человек. В случае сомнения мы должны судить по-хорошему, потому что все мы относимся к этой категории. Иногда хорошо, иногда плохо, даже Ася Ябкоч, святая женщина, да, которая благодарит за урок, благословляет всех, что крани на всех Всевышний. Может быть, я не говорю, что это было, но может быть, когда-нибудь она что-то, как где-то, она может не всегда была стопроцентной праведницей, да, может быть, а может и нет, я, конечно, я же не знаю хорошо. Но мы должны, людей, которых мы не знаем, мы должны всех судить в положительную сторону, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Но, дальше он пишет, если большинство поступков и слов этого человека козлу, и ты знаешь, что в его сердце нет страха перед Всевышним, он атеист, такой, воинственный, он против Всевышнего, он проповедует зло, выступает за то, чтобы разрешить инцест, детскую там, порнографию, и там, все остальное, и он это не скрывает. И ты знаешь, что большинство поступков и слов этого человека козлу, и ты знаешь, что в его сердце нет страха перед Всевышним, решай его дела и слова в отрицательную сторону. То есть, если есть сомнение, это позитивно или нет, а сам он явно негативный, то тогда ты можешь уже это поворачивать в негатив. Дальше, сегодня вот мы на этом закончим, такой совет, очень сильный. Если кто-нибудь раскрыл твое преступление, не говори, он раскрыл мое преступление, а я раскрою его. Потому что в Торе написано не мсти, не злопамятство. То есть, это очень частая ситуация, когда человек разрешает себе делать плохие поступки, потому что кто-то сделал зло по отношению к нему. Он говорит, а, ну ты мне сделал зло, ну сейчас все, у меня руки развязаны, и он начинает прямо нарушать все, что можно нарушить. Автор книги говорит, не, 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 не будь в каком. Это неправильная поговорка с волками, жить по волче вы. Ты не должен становиться волком, ты человек. Если он ведет себя некрасиво, Бог с ним разберется, не становись таким как он. И тут вот смотрите, какая красивая идея. Также нельзя сказать, он раскрыл мое преступление, а я не раскрою его преступление. То есть, ты вроде бы не раскрываешь, но ты-то половину раскрыл, ты говоришь, я знаю его преступление, он преступник, но я лучше, чем он, я не раскрою. Так тоже нельзя сказать. То есть, вот тут как раз, он плохо по отношению к тебе поступил, ты говоришь, ну нельзя сказать, смотрите, еще один лайфхак, нельзя сказать, Бог рассудит. Знаете почему? Потому что, если ты говоришь, Бог между нами судья, Бог рассудит, то ты говоришь как бы Богу, ну давай суди его, суди меня. Тоже проблемная ситуация, потому что, он может по отношению к тебе плохо поступил, но ты может быть поступил по отношению к кому-то еще хуже. Поэтому призывать на себя суд и просить суд судить по высшей строгости закона, это неразумно и нерационально. Поэтому, если кто-то вас обидел, а он человек хороший, то нужно для себя подумать так, ну с кем не бывает, кто не ошибается и вспомнить то, что говорил царь Самон в притчах, что не слушай, как твой раб тебя проклинает, потому что сам ты в гневе иногда проклинал даже тех, кто тебе дорог. Если мы вспомним, бывает, что мама на сына кричит вообще, я тебя сейчас убью, ты там варенье разлил, да, или там ты без руки вообще, как тебя земля носит, да, бывают любящие мамы, а такое могут ребенку сказать на детской площадке, что, ну прям удивляешься, но она же его все равно любит, она жизнь за него, за этого ребенка. То есть, так говорит царь Самон, что не обращай внимания, если кто-то там что-то сделал, если он сам человек хороший, но если он человек плохой, тогда подумай, стоит ли тебе с плохим человеком вступать в конфликт? Потому что, если человек плохой, ты с ним вступаешь в конфликт, у него преимущество. Поэтому надо всегда думать, размышлять, советоваться, учить Тору, советоваться с умными людьми. И, значит, главное в этом мире это личный счет с Богом, потому что тот, кто с Богом в хороших, даже врагов Бог с ним примеряет. Так говорил нам царь Самон. Все, друзья, удачи, успехов! Шаббат шалом! Готовимся к шаббату! Чтобы Всевышний дал всем, кто ходит на уроте в Айкра, всем, кто тянется тем, кто дает деньги, для них есть еще отдельные уроки дополнительно, те, кто искренне, они хотят, чтобы это развивалось и помогают. Спонсоровая икра, те, кто инициирует новые проекты, чтобы Всевышний дал вам благословения в духовном и материальном. И сегодня у нас урок Торы для поднятия души. Бабушка умерла, операционного директора Вайкры, Гриша Цибульский, его бабушка ушла в другой мир, как говорят, ушла из этого мира. Ее зовут Анна Батыфраем, чтобы было у нее, значит, поднятие души, чтобы Всевышний и все там царите, родственники, предыдущие поколения ее встретили хорошо. И чтобы она, была ее душа с душами праведников. Это очень важно. И если у вас кто-то ушел из ваших близких, то вы можете все свое обучение, добрые дела посвятить душе этого своего близкого, чтобы она наполнилась вот этой силой, потому что человек из этого мира уходит только с Торой, с заповедями Всевышнего и с добрыми делами. Это как криптовалюта такая, да? Там на небе биткоин не работает. Там работают Тора, заповеди и добрые дела. И можно своим близким туда пересылать именно только вот эту валюту. Поэтому каждый человек, здесь тоже дальше написано, вот прям здесь открылось, но завтра я про это расскажу. Был злодей, у него сын стал праведником. Так в Талмуде написано, что его называют, вот этого, кто стал праведником. Он праведник, сын праведника, то есть он и своего папу вытащить может. Но я тут даже думаю, там есть другой еще один смысл, что если он праведник, сын праведника, он становится как бы сыном Всевышнего или сыном, откуда человек знает, что такое быть праведным? Он учит Тору и тот, кто его учитель, он как бы становится его отцом тоже. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом и до воскресенья. В воскресенье у нас два урока моих, один в 10 для всех и потом в 11 для партнеров, партнеров и краки, кто помогает распространять знания Торы, мы изучаем путь к богатству, как стать богатым в этом мире и в духовном мире, чтобы все были партнеры очень богатые. И тогда мы приведем миллион человек, чтобы слушали, смотрели уроки Торы, столько света в мир приведем, что реально придет Машея. И мы увидим своими глазами, кто же это Машея, кто придет. Ученики Львовичской Рэбе говорят, Рэбе придет. Ученики Иушуа, Иисуса говорят, не, 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 он второй раз придет. Там мусульмане тоже кого-то ждут. То есть все ждут, что придет вот этот вот святой человек, который будет, объявит, знаете, как в этом самом, он выйдет такой на все, на все вдруг, все компьютеры, все телефоны, включится и придет Машея, скажет, все, наступает новая эпоха, те, кто учили Тору, духовные, добрые, хорошие люди, верящие в Бога, они все, значит, приглашаются на следующий уровень игры. Злодеи, атеисты, всякие там исты и так далее, вам до свидания. Значит, вы свой шанс проиграли, и как, когда включают свет, то испаряется темнота, так же все зло из мира исчезнет. И чтобы мы помогли этому произойти. Все, всем удачи, успехов, счастливо! Спасибо.